МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Лилия Хайрулина. Смотрите прямо сейчас. Третий в регионе. Глава городского округа Пушкинский оценил обновленный хирургический корпус. Прокуратура разъясняет. В Пушкинском городском суде прошло слушание над обвиняемым в убийстве. В гостях у зубной феи. Ребятам из Авантеевки стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы. Об этих и других новостях прямо сейчас. Третье в Московской области отделение челюстно-лицевой хирургии открыли в Ивантеевке. Осмотреть обновленный хирургический корпус лично приехал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Все подробности у Ивана Чинаева. Сейчас Максим Красноцветов вместе с замами и главврачом Ивантеевской центральной городской больницы осматривают обновленный хирургический корпус. На его базе открыли два новых отделения челюстно-лицевой хирургии и платных услуг. На сегодняшний день каждый житель нашего города совершенно бесплатно за полис обязательного медицинского страхования может получить услуги вот этого отделения челюстно-лицевой хирургии. Я уверен, что данная услуга будет востребованная, бы и нужна. И, собственно говоря, наши жители будут получать качественное медицинское обслуживание, качественную медицинскую помощь. Сейчас такую помощь, например, получает Мария Смирнова. Сюда на лечение она приехала из Сергиева Посада. Первые впечатления вообще отличные. Такие и обслуживающие персоналы, очень весь молодой, интересный такой, всегда с улыбочкой. Ну, короче, все хорошо. Максим Красноцветов не только осматривает новое отделение, но также общается с пациентами. Один из них приехал на лечение из Фрязина. В отделении челюстно-лицевой хирургии одноместные и четырехместные палаты. Одновременно лечиться здесь могут до десяти пациентов. Как только про наше отделение узнают пациенты из Пушкинского городского округа, из окружающих населенных пунктов, я думаю, что есть возможности, и все в наших руках, мы развернем его сначала на 15, потом на 20, потом до 25-30 коек. Это все реально. По нормативам существующим мы получили лицензию на эту специальность, и все оборудование, которое необходимо для оказания качественной медицинской помощи, по этому профилю у нас в наличии. Отделение в полном объеме оказывает амбулаторную и стационарную помощь. Непосредственно сама дентальная имплантология, в том числе и сколовые импланты, очень мало где это ставят. Это, скажем так, выгодно нас отличает от даже, скажем так, от частных клиник, поскольку у нас на данный момент получается представлено абсолютно все, что может быть в челюстно-лицевой хирургии. В Подмосковье всего несколько отделений челюстно-лицевой хирургии. Центральное – это областной научно-исследовательский институт имени Владимирского. Второе находится в Жуковском. Теперь к ним присоединилась Иван Теевка. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа. В Пушкинском городском суде состоялось слушание уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Подробности в нашей рубрике прокуратура разъясняет. Пушкинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Ромашкина Олега, обвиняемого в совершении убийства, умышленного причинения смерти другому человеку. По версии следствия, Ромашкин, находясь в квартире, в компании родственников и друзей, с 1 по 3 января текущего года употреблял алкоголь. В ходе возникшей ссоры умышленно ножом нанес удар в грудь. Потерпевшего, повредив при этом сердце. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Расследование производилось следственным отделом по городу Пушкина, ГСУ СК России по Московской области. Преступление квалифицировано по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Уголовное дело находится в производстве Пушкинского городского суда. Государственное обвинение поддерживает представитель Пушкинской городской прокуратуры. Макет горящего леса и дрон, который помогает пожарным в тушении огня. Это проект воспитанников студии технического творчества «Импульс». Их работа прошла в финал чемпионата по робототехнике, а ребята стали его призерами. Какие еще проекты были представлены на чемпионате от нашего округа? Смотрите в нашем сюжете. С 18 по 20 марта в Москве проходил национальный чемпионат по робототехнике. В нем приняло участие около 350 команд из 42 регионов России и из Казахстана. Свои разработки представили ребята от 4 до 18 лет. Всего было 4 соревновательных направления. Младшая – дошкольная категория, младшая, средняя и старшая – школьные категории. Темой чемпионата в этом году стали грузовые перевозки. В финале со своими проектами выступили и команды из нашего округа. Это ребята из студии технического творчества «Импульс» при Пушкинской школе номер 8. На нашем стенде представлено три типа пожара. Первый – это верховой, второй – низовой, третий – трофеной. Мы придумали дрон, который перевозит грузы из точки А в точку Б. Точка Б – это аванпост пожарных. Команда «Кигуруми» была участником направления средней школьной категории и стала призером в механическом дизайне. По задумке их дрон может перевозить не только еду и медикаменты, а также необходимые инструменты. Чтобы лучше разбираться в теме пожаров, ребята в этом году посетили авиалесоохрану. Узнали побольше о видах пожаров и о том, как их тушат. Встречный огонь работает примерно так. Основной огонь – эпицентр. И пожарные делают еще одну полосу из огня, который наезжает на основной огонь. И так как он выжигает все за собой, то пожару больше некуда двигаться. И поэтому пожар вскоре потухает. Это вдохновило ребят на то, чтобы создать дрона, который помог бы пожарным в их нелегкой работе. Также от студии технического творчества «Импульс» ребята участвовали и в других возрастных категориях. Кроме команды старшего возраста, возраста 12-16 лет, у нас еще представлены команды возраста от 6 до 9 лет. И также команды возраста 4-6 лет. То есть совсем самые юные наши участники. Технофрукты уже третий год принимают участие в этом чемпионате. И доходят до национального этапа. В этот раз ребята стали призерами зрительских симпатий. Вот фрагмент их презентации. Погрубик совмещает погрузчика и погрубика. Он погрузчик вот так вот. Еще он ездит. Когда он видит препятствия, он останавливается. Команды три дня состязались в умении создавать роботов, управлять ими и презентовать свои проекты. А судьи оценивали навыки участников. Победители и призеры национального чемпионата получают право на участие в международных чемпионатах. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Всемирный день полустирта отметили в Ивантеевке. Праздник призывает задуматься о гигиене зубов и о том, что за здоровьем полустирта надо следить очень тщательно. В честь этого дня в городской стоматологии провели встречу с детьми, на которой рассказали, как правильно чистить зубы. Как правильно чистить зубы и какие средства гигиены помогут сохранить их здоровыми и красивыми. В стоматологической поликлинике Ивантеевке проходит день гигиены полустирта. На игровом уроке много знаний и интерактива. Урок приурочен ко Всемирному дню здоровья полустирта, который ежегодно отмечают 20 марта. Его цель повысить стоматологическую грамотность населения и как результат снизить заболеваемость. Гигиена полустирта с раннего детства помогает сформировать привычку следить за состоянием зубов. Начинаем с верхней челюсти. И выметающими движениями вниз, 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 вниз делаем зубы. Ну, щеткой делаем. Потом нижнюю челюсть тоже выметающими движениями. Вот такими выметающими движениями. Потом берем челюсти и движениями солнышко делаем. В Ивантеевке с 2021 года действует программа «Сохраним улыбку здоровой», которая направлена на профилактику кариеса. В ее рамках врачи-стоматологи посещают школы и сады и рассказывают, как важно правильно чистить зубы. То есть мы показываем детям мультфильмы, мы привозим и макету, зубные щетки, зубные пасты, все им рассказываем. Также цель нашей программы сейчас привлечь еще волонтеров. Волонтеров – это детей старших классов, чтобы они также могли у себя в школе на классных часах, могли все это тоже рассказывать, нам помогать. Круговыми и выметающими движениями не менее трех минут два раза в день. После использовать ополаскиватель. А после приема в пище пожевать жевательную резинку, но до тех пор, пока она сладкая. Многие дети знают эти правила и им следуют. Я чищу зубы два раза в день, по три минуты, утром и вечером. Иногда пользуюсь зубной нитью, чтобы вычистить частички еды, которые не вычистила щетка. И ополаскиваю зубы. Еще есть ополаскиватель, который проверяет, хорошо ты почистил зубы или нет. Я им иногда пользуюсь. Я много раз был соматологой, здесь работает моя мама, я практически всех знаю. Ну и нового я узнал только то, что есть разные насадки на электрические щетки. Теперь чистить зубы ребятам стало просто и понятно, как дважды два. Им нравится, потому что будет обучение. Они будут получать много новых знаний, с ними играют, дают им что-то делать. А для них это очень важно и им интересно. Ну и, соответственно, подарки в большей степени. Они много познавательного узнают и самое главное, чтобы они ничего не боялись. Для этого родителям надо следить, чтобы дети чистили зубы правильно и два раза в год вводить детей на профилактические осмотры. Все участники игрового урока получили грамоты и призы. День здоровья полостерта прошел под девизом «Гордись здоровьем своей улыбки, получай удовольствие от жизни». И о погоде на 24 марта. Синоптики обещают, что четверг будет солнечным. Днем ожидается плюс 9, к ночи опустится до минус 2. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер западный до 2 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете посмотреть в соцсетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также у нас появился канал на Яндекс.Дзене. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин